Всем привет! Сегодняшний обзор будет посвящен умной ZigBee кнопке управления различными устройствами, а также сценариями в нашем умном доме. Я решил сделать не только умные ворота, но также умную калитку и управлять освещением на улице. Все это я хочу сделать с помощью одной кнопки. Давайте проверим ее возможности, проверим работу в различных автоматизациях, в том числе и локальных, а также подключим ее в HomeAssist, как через Tuya Smart, также проверим возможности ZigBee 2MQTT. Если бить в поиск Алиэкспресс, то подобных кнопок управления сценариями появится большое множество. Я отдаю предпочтение компанию по производству соль для умного дома Moes, поэтому все возможности и информация о работе будут касаться именно этой кнопки от этого производителя. Построиться в небольшой картонной коробке, где на передней части расположен рисунок кнопки, выделена защита A55, а также преимущество кнопки. На задней части характеристики и размеры. Кнопка у нас бывает белая, черная, а также протокол работы может быть не только ZigBee, а и Bluetooth. Не таскиваем кнопку, в принципе все довольно качественно упаковано. Инструкция, несмотря на свой небольшой размер, довольно подробно. Тут и как открыть кнопку, и как ввести ее в режим сопряжения, и QR код для скачивания приложения. Производитель предусмотрел несколько вариантов крепления кнопки к поверхности. Можно банально с помощью двухстороннего скотча приклеить кнопку в нужном вам месте, но правильный будет закрепить металлическую площадку, идущую в комплекте. Крепить ее можно также с помощью двухстороннего скотча, а также или на саморез, или гвоздик. Для этого производитель предусмотрел небольшое отверстие в углу площадки. Внутри кнопки у нас находится магнит, благодаря которому мы можем надежно закрепить кнопку к площадке или к другому металлическому предмету. Кнопка имеет размеры 45 на 45 мм, толщина всего лишь 12,5 мм, в принципе смотрится не топорно, интерьер точно не испортит. Нажатие отрабатывается небольшим щелчком. Это даже плюс, слышно сработала кнопка или нет. Производитель заявляет, что кнопка имеет пылевлагозащиту IP55, а значит ее можно устанавливать в пыльном помещении и кнопка не боится струи воды направленной на нее, это большой плюс. Кнопку можно использовать и дома и на улице. По поводу батареи, если ее используют на улице, то срок службы зимой немного сократится, проверено другими устройствами и датчиками. Выкрутив один винтик попадаем не во внутренности, а только в заднюю часть нашей кнопки. По поводу водозащиты производитель не обманул, видим на крышке довольно толстую силиконовую прокладку, тут же находится магнит для крепления, винтик потерять не получится. Тут нам надо установить батарейку CR2032 и зажать кнопку сброса для подключения к шлюзу ZigBee. После установки батарейки, в течении 6 секунд удерживаем кнопку сброса, пока свет идет индикации не начнет моргать. И ребят, еще раз напоминаю, что кнопка работает по протоколу ZigBee, а значит для работы нам нужен ZigBee шлюз. Ссылку на кнопку и шлюз вы найдете в описании под видео. Устанавливаем и открываем приложение Tue Smart на вашем смартфоне. В верхнем углу жмем плюсик, добавить устройство. В 99% смартфон и шлюз опознают, что появилось новое устройство и предложат его добавить в экосистему умного дома. Если этого не произошло, просто выбираем розетку ZigBee, выбираем наш шлюз и ждем добавления. Спустя некоторое время наше устройство ZCYED успешно добавлено. В главном меню Tue Smart отображается только процент заряда батарей, больше никакой информации нет. Переходим внутрь плагина и тут сразу становится немного непривычно, так как ничего вообще не понятно. Давайте попробую объяснить. Эта кнопка имеет два режима работы, а именно режим работы с группой ZigBee устройств и режим работы с автоматизацией. По умолчанию как раз включен групповой режим работы. У данного режима есть два плюса, первый – это управление допустим всеми лампами дневного света в доме или всеми дьюай реле одной кнопкой. Пришли домой включили, ушли выключили. Трой плюс заключает в том, что при этом режиме работы не нужен ZigBee шлюз, ни интернет, ни ваш смартфон, происходит прямое соединение с некоторыми ZigBee устройствами. Режим работы переключается с помощью тройного нажатия, при этом изменяется и интерфейс плагина. Давайте разберем групповой режим работы. Еще раз повторюсь. В режиме группы кнопка может работать с ZigBee LED освещением, я покажу на примере LED ленты, а также некоторыми типами ZigBee реле, на которых есть отметка DI. Ссылки вы найдете в описании под видео. Управлять Wi-Fi устройствами можно через режим автоматизации. Добавим нашу LED ленту. Для энергосбережения кнопка практически все время находится в спящем режиме, поэтому для подтверждения спаривания иногда надо нажать кнопку. Все настройки уже заложены в программу. По умолчанию в программу заложено 4 программы управления цветом. Если мы говорим про белый, то здесь мы можем изменить цветовую температуру и яркость. Если мы говорим про цвет, то мы можем изменить цвет и соответственно тоже изменить яркость. Теперь жмем один раз и, как видите, цвет и яркость меняются согласно заложенным программам. Жмем два раза. Освещение у нас выключилось, а для того, чтобы регулировать яркость, включаем ленту одиночным нажатием и потом удерживаем кнопку, пока яркость не начнет изменяться. Я выключаю ZB шлюз из сети и, как видите, он в оффлайн. В приложении Туя попробуем работать с освещением без него. Как видите, все функции работают, то есть кнопка напрямую связывается с устройством и позволяет управлять им. Давайте проверим работу с умными ZigBee реле. Удаляем LED гирлянду и попробуем добавить ZigBee реле. Они вот такой вот имеют вид. Ссылка находится в описании под видео. Теперь при одинарном нажатии реле будут включаться, при двойном – выключаться. Все в целом просто и понятно. Давайте опять попробуем сделать это без ZigBee шлюзов. Как видим, все так же отрабатывают без проблем. Но что делать, если у вас другие устройства ZigBee и Wi-Fi, которые реле не видят в автономном режиме работы? Правильно, переключить кнопку в режим работы с автоматизацией. Удаляем прошлое, сопряжение и переходим в режим автоматизации, нажав три раза на кнопку. Немного изменился интерфейс и тут мы видим кнопку «Добавить сценарий», нажав на который получаем выбор, на какое действие назначить. И список всех наших автоматизаций и мгновенных сценариев. По сути режимов автоматизации – это банальные условия на сработку при совершении действий с кнопкой. В автоматизации есть три события, на которые мы можем подключить включение тех или иных устройств умного дома. В качестве триггеров доступно одиночное нажатие кнопки, двойной клик и литийное удержание. Добавляем мгновенный сценарий «Одиночное нажатие», «Включение и выключение LED-ленты». Добавляем мгновенный сценарий «Одночное нажатие» Двойное нажатие – включение-выключение реле. А при длительном удержании открытие или закрытие автоматики ворот. Длительное удержание, созданное как мгновенности сценарий. Оно никак не повлияло на работу устройства, на моем руле управления. Пришлось мне создавать автоматизацию. Сценарий. Выбираем наш свитч, длинное нажатие и выбираем в действиях открыть и закрыть ворота. Сохраняем. Называем. Проверяем. Длительное удержание, ворота должны открываться. Поехали. Длительное удержание и ворота должны закрываться. Все просто, четко и понятно. Но если сценарий не нужен, сейчас его можно легко отключить и при необходимости добавить новый. Переходим в Home Assist и обновляем устройство в интеграции Tuya Smart. Переходим внутрь и находим нашу кнопку. Но, как вы видим, управлять этим устройством через интеграцию Tuya Smart не получится. Устройство есть, но управления нет. Давайте это попробуем сделать через подключение к собственному ZigBee координатору и пробросить кнопку через ZigBee 2MQTT. Для этого удаляем кнопку из положения Tuya Smart и переводим ее в режим сопряжения. Включаем поиск устройств и через некоторое время устройство будет найдено и опознана в систему. Вот все объекты, которые система умного дома Home Assist получает от нашей кнопки. Как я говорил в начале обзора, я хочу на кнопку повесить три действия. Первое нажатие – включение освещения во дворе. Второе действие – двойное нажатие – открыть замок калитки. А третье действие – длительное удержание – открыть или закрыть ворота. Если освещение я постараюсь получить через прямое соединение, то два других уже через автоматизацию и с этим реле отлично справится. Но только в умном доме Home Assist. Если у вас его нет – не стоит переживать. Все то же самое можно сделать и через стандартные автоматизации Tuya Smart с вашего смартфона. Но отличной возможностью этой кнопки от других является возможность непосредственного подключения к лампам и реле умного дома Tuya Smart и создания групп для управления. Если задаться целью, то одиночным касанием можно включить все освещение в доме с возможностью изменения яркости при длительном удержании. Двойной выключить или включить все умные реле, обесточив важные устройства. Если у вас часто пропадает тендарт, а управлять лампами не надо, то тоже отличный вариант. Кропку располагаем возле тумбочки и включаем пару светильников в комнате. В каждой комнате по кнопке и получаем практически автономное управление ZigBee устройствами. Я надеюсь, я смог полностью раскрыть все возможности данной кнопки и видео было для вас полезным. Очень прошу поставить лайк этому видео, а также не забыть подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео по теме умного и не очень дома. Также в описании под видео вы найдете ссылку на кнопку МС, а также на все устройства, которые я показывал в обзоре. Кроме этого, там есть ссылки на телеграм-канал и мои социальные сети, где вы можете не только пообщаться на тему умного дома, но и знать о новых девайсах, а также различных скидках, распродажах и прочих акциях. До всех, до новых встреч, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok